Народ, приветы! Это Киев днём и ночью. Давайте по Бырику вспомним, что было в прошлой серии. Тася свой выпускной провела знатненько. Танцы, веселье и нож. Слава папке, которой стерёг Тасян праздник. Стой, сказал! Ну вы поняли, да? Замес намечается лютый. А Ксюша и Паха хоть и расстались, но выбросить друг друга из головы пока что не могут. Скучаешь по ним? Я ничего не забыла на самом деле, и я не простила Пашу. Плюс ко всему ещё и траблы с работкой мне немного подкосили ребят. Наследника покрали. Тася, ну как работа на мне? Я закрываю стол. Тем временем Боди по поводу своего отъезда в Нью-Йорк решил закатать вечерину. А мы тебя ждём. Возвращайся быстрей. Но стоило Ксюхе чуток расслабиться и выпить винца, как желание полезли наружу. Паш, я приехала, уже всё. Ну и провести парня без выясняловки отношений у ребят не получилось. Что после тебя у меня ждало дохрена мужиков, не учитывая Сашу, Пашу и всего остального. Так ты шлюхой стала. Водя. Да, пришла специально его позволить. Извиняйся, раз, два, три, давай извиняйся. Ты хочешь подраться? Мужика включи, да хочу. Я не хочу. Ну и как же без Лили, которая тоже пришла попрощаться с Бодей? Привет, у вас тут так весело. Класса, она как раз ты пришла, молодец. А чё ты так поздно? Ну как смогла, так и пришла. А зачем ты ваша с собой взяла? Привет. Привет. Дай питьюню. Не хотелось, чтобы ты уехал и не познакомился с моим сыном. А это Елисей, мы два с половиной года. Мы все встаем сыном. Ой, привет. Елисей. Помнишь, ты хотел познакомиться со своим папой? Да я к твоему. Вот. Твой папа. Слушай, папа. Извиняй. У нас тут как бы вечериночка была. В смысле папа, Лили? Что ты рассказываешь? Богдан, это мой ребенок и твой. Сэм. Папа, как ты? Куда же... Блин, не надо мне чесать какую-то хрень. Мне нахер-то не надо. У меня уже есть билет. Билет в другую жизнь. Билет в мир, где я исполняю свою мечту. И все. Какой, блядь, ребенок? А, блядь, не успешайте, блядь. Я тоже весело. Класс! Жизнь удалась! Бодь, ну если посмотреть иначе, то считай на одну задачу меньше. Осталось только дом и дерево. Забудь, блядь, забудь! Забудь! Забудь, блядь, ты мне так говори. Ну, блядь. Блядь. Забудь. То, что она приходит ко мне, блядь, за несколько дней до отлета и говорит, что это мой ребенок, дураку, блядь, понятно, зачем она это делает. Чтобы меня оставить в Киеве и, блядь, снова пересрать мне всю жизнь. Вот и все. Большой город, в котором с тобой дом. Это Киев. Город, где каждый из нас мечтает осуществить все свои планы. Кто-то планирует добиться сногсшибательного успеха в карьере, кто-то найти свою вторую половинку. Но часто бывает так, что все наши планы рушатся. Или мы разрушаем их сами. Вот как Ксюха сейчас. Планировала больше никогда не общаться с Пашей, но оказалась в его квартире. Зачем она сюда пришла? Ну, либо она настолько глупая, ну, либо она... Либо она действительно меня любит. Оксана... Вопрос, конечно, интересный. Отвечают знатоки. Оксана? Давай. Что ты здесь делаешь? Неудобненько вышло. Счет 1-0 в пользу телезрителей. Стоп. Что я вообще здесь делаю? Что? Совсем никаких проблесков? Ну, ладно. Я сейчас быстренько напомню. Вчера Паша обзванил во знакомых и по ошибке позвонил тебе. А ты как раз была на прощальной вечеринке Богдана. Лису не наливай! Чувства и пара бокалов шампуня сделали свое грязное дело. Ну, тут еще и Вика добила известия на сексе с Пашей. И ты гордой, но не твердой походкой покинул вечеринку. А вот уж как у Паши оказалось и чем дело кончилось, мне самому до жути интересно. А я соберусь сейчас быстренько и уйду. Вот как можно было так напиться, чтобы прийти к человеку, который бросил тебя на свадьбу? Да, неловко вышло. Хоть кто знает, к чему это приведет. Все-таки двое в квартире наедине. Ген, ну некрасиво вчера закончилась вся вечеринка, скажи. Бодя ушел просто. Малыш плакал этот несчастный сам. Лиля расстроенная. И ты знаешь, мне вообще кажется, что вот реально, ну вот реально это ребенок Бодя. Ну они похожи даже. Альбинушка, ну если это ребенок Богдана, ну значит Бодя попал, что ты этому рассказать. Чего это он попал? Старая расчетливая кастрюля, блин, родила от младенца, а сейчас приперлась из своей нычки. Ты чего-то хочешь. Что ты имеешь? Какая расчетливая? Ген, ты что, ты издеваешься что ли? Она сама. Любимая, любимая, в любом случае, рожать или не рожать, это все равно выбор остается за женщиной. Что? Рожать или не рожать? Генок, а вот сейчас попал ты. То есть если бы я забеременела, ты бы поставил меня вот перед выбором рожать или не рожать, а ты типа не участвовал ни в чем, да? Что Гена вообще несет? Женщины во всем виноваты? Серьезно? А мужчины тогда зачем созданы? Боже, идет сдалека, брови носу пыла. Привет. Привет. Еще такая грустная. На кофе. На кофе, взбодрись. Она уже слегка остыла, а то ходишь полчаса. Блин, Саша, с сахаром? Давай, облей меня еще, начинается. Плохое настроение у одной, сделаю его таким всем. Да, сделаю. И что случилось? Да ничего. Что ничего? Да блин, у меня парится ситуация, понимаешь? С этим ребенком. С каким ребенком? С Богданом ребенком. Слава богу, а то у меня аж нервы зашалили. Да что с Богданом? Не забить просто. Ну, типа, это какой-то детский сад начинается. Ну, не твоя же, но в чем разница? Не знаю. Нет, ты бы переживала, я понимаю, за меня. Пришла бы Лиля такая, Санек, это твой ребенок. Ну, понятно, сейчас бы мы с тобой не кофе пили. Ну, Арена, а что тебе за это все грусти? Шановна, ты дивись на этот свет, вот так, скружила уже ветер, видишь? Это все из-за твоего настроения, этот ураган с моими волосами. Смотри, что происходит. Как кто супер-герой, так это Санек. Утихомирить ураган по имени Маримуха, это вам не шутки прибавут. Так, все, держите, успокаивайся. Саша, вообще, это человек, я не знаю, даже мертвого смешит. Спасибо. Именно сейчас по этому поводу, то, что я идеальный, а она умеет вроде как одеваться, да, умеет, мы снимем видеоблог. Все, нам нужно действие. Давай. Ты пал? О, ты запал. Конечно, я человек, который любит брать. Число, она в тебе ночью не такая была, блинная. Это в темноте ты не зато поддержала. Народ, а вы тоже заметили, что Вику как подменили рядом с Саней? То была девка-трансформаторная будка, ну, не в смысле большая, а в смысле не подходи, убьет. А теперь хоть крани прикладывай. Вангую. Ох и натворит эта сладкая парочка в большом городе больших делов. А вот Тася с родителями не до веселья. Маш, врач пришел. Доктор, доктор, скажите, пожалуйста, что стало? С вашей дочерью все нормально. Легкое сотрясение, нервный шок. Боже, спасибо, доктор, спасибо, вы просто врач. Отбор, спасибо. К сожалению, ребенка спасти не удалось. Скажите, она как? Она в сознании. Кровосвещение произошло, выкидыши. Она без сознания, пару дней будет находиться в больнице. Держитесь. Я не знаю. Я не знаю. Дочке это сказать, как нам дальше жить вообще. Давай я тебя завезу, куда ты в таком виде сейчас пойдешь. Не нужно, Паша, меня отвозить. Я сама доеду, а то еще выбросишь меня посреди дороги, да? Оксана, ты сама сошла. Как ты любишь. Эй, ребят, ну что вы опять начинаете? В ЗАГСе тебе это не мешало. Я не ожидал от тебя такого предательства даже в самом страшном сне. Поэтому давай не будем. Ты знаешь, Паша, я была тоже в такой ситуации. И я готова была тебя простить. Я тоже готов был тебя простить. Но если бы ты все мне сама рассказала, честно. А ты бы мне рассказал, Паша? Вот давай допустим, что я тебя не застукала с Наташей. Давай допустим. Ты бы мне рассказал тогда? Оксана, у нас с ней ничего не было. Но ты же не помнил, Паша, не помнил. Ты бы мне рассказал, если бы помнил. Оксана, не сравнивай. Богдан это одно, Наташа это совсем другое. Но я всегда знал, что ты неровно дышишь, Богдан. Понеслась. Снова здорова. Паша, Это случилось тогда, когда мы с тобой разошлись. Оксана, да мы не расходились. Я поехал на похороны к отцу. Вот ты считаешь, что ты прав? Так знай, ты отомстил мне очень жестоко. Я вообще дура, что сюда пришла. Дура полная. Стой, я тебя завезу. Я сама доеду. Не нужно вот этого всего. Сама доеду, дойду до волос. Стой, я тебя завезу. Оксана, что я не мужик? Какие бы ни были между нами отношения, я не отпущу тебя в таком состоянии. Стой, я тебя завезу. Веселое чувство будет поездочка. Вот, ну вот, правда говорят, мужики все казались. Ого, а Альбина с Геной тоже все не успокоится. Там проблемы спрыгивают, да, типа? Ты в другую степь повела. Ну реально в другую степь. Ты чего? Другое дело. Ты блядь. Временная идиллия. Милая, проявляться, то поднешаться. Доброе утро, мама. А что это вы с самого ранга? Ой, ну хоть для кого-то. Утро задалось. А вам обязательно именно это было надо подмиткой, да? Нет! Сил уже у меня нету. Ну правда, сколько можно ходить и пилить. Не важно, вот только повод маме дай. Альбинка, мне очень интересно, ваша тема была. Мама, то наша тема, не ваша тема. Альбиночка, вот как раз тема. Мама, я умываю. А ты случайно не это, Альбина? Что? Ну, вы про дитину говорили, ты случайно не... Мама, вы пойти через углу. Не втекаву будете? Яка дитина? Мама, если я забеременею, вы первая про это узнаете. Хорошо. Ну если ты забеременеешь, то я коаборта. Поняла? Да, все в селом вырастемо. Хорошо? Боже, мама. Да, да. Приперлась, блин. С одной целью, блин. Какая у него там хата сгорела. Ни хрена у него там не сгорела. Мама, смотрите. Я с вами все это время пытаюсь найти общий язык. Ой, что-то я переживаю за маму Славу. Слышали анекдот? Ты моя птичка. А какая? Мозгоклюнька. И что? Так и у нас. Как бы Гена ее не отпустил полетать. Тихо, тихо. Гена, тихо, тихо. Поскольку вам можно говорить? Тихо, Геночка. Не кричите. Вы знаете, что здесь было? Отдевите вот сюда. Вот там на краешке сидел Богданчик. Да, ничего. Расстроился. Да. Хотел прыгнуть, я его поймал. Куда летит? Ты что, ты что, родной? Мамуль, смотрите. Если вы не прекратите меня ковырять, то на том месте будет все лучше. Геночка, Геночка, Гена, не надо. Дышите ровненько. Ешки-матрешки, нож уже заложила. Тут не птичка, целая пожарная сирена. Кто скинул? Кого скинул? Тихо, тихо. Мама, на них кого не будет? Мама, успокойтесь. Гена, маму, выкинуть через балкон? Да мама сама того хочет выкинуть через балкон. А ты чего? Уже ссориться, правда, надоело уже. Альфина, вину пить-то. Да, не такого зятя себе планировала мама Слава. Но маемо шо маемо. Хотя в этом бою тяжеловесов, я проморальный дух, кстати, даже не знаю, на кого поставить. Может, хотите, двое в дороге поговорили нормально? А вопрос снимается. Нет, не нормально. Паш, ты извини, что вот так все случилось. Больше не повторится, я больше не приеду. Да, Оксана, я очень надеюсь на это. А может, ты расскажешь, что у тебя случилось? Нет, ты знаешь, я не привык делиться с чужими людьми своими проблемами. Этой фразой он полностью все перечеркнул. Я не считаю его чужим. Так что, извини. О, сладкая парочка. Помирились уже, да? Быстро живой. Да не волнуйся, я не привык питаться обедком. Так что забирай себе. Что? Ну, серьезно, Паш, вот сейчас совсем как-то ничто будет. Ну, так, конечно, ты разговариваешь. Да ты на себя посмотри. А что ты приперся? Мамаша подослала поговорить. Ну, не к тебе же так точно. Что? Не ко мне. А к кому? Я думал, ко мне. А с какого мне к тебе ехать? А, Паш, ну, как бы тебе так поделикатнее сказать. Мать твоя говорит, что у нее от меня трехлетний сын. Я серьезно, ты дурной? Да, дурной. Ты пьяный? Конечно. Может, она еще скажет, что ты тоже от меня. Так что ты придумал здесь? Может, ты тоже мой сын? Конечно. Так, пошли мороженое поедем, сынок. Или на аттракционы хочешь? Серьезно, ты конченый, или что? Не хочешь на аттракционы? Я не хочу, б***ь, что ты капель лес, б***ь, что я не дурак. И она из меня дурака не сделает. Понял? Да, да, да. Дебил, б***ь. Мы мудила. Фух. У кого-то есть водичка? Что-то многовато напрягов для одного утра. Ну, хоть у Сани с Морэ все идет по плану. Пока. Все работает. Нормальнет. Привет, народ. Мы уже начали, или потом это обремяем? Давай встанем, может, еще. Давай. Это народ Морэ. В стране ОСМО. В стране ОСМО. Хватит меня в меня. Народ, сегодня тема у нас очень интересная. Мода и урод. И уроды. Подожди, подожди, я уже вижу. Прекрасная дама идет, виляя попой. Девушка, мне нравится ваше платье четко подчеркивает вашу сочную фигуру. А можно ваш капельку померянуть? Ой. И маме не похожей на девчину. Все. Что раз так корректируешь? Я серьезно говорю. А Тася только предстоит узнать, что ее жизнь навсегда изменилась. Не знаю, как у вас, у меня комп в горле. Где я? Тасячка. Тасячка, с мамой. Мам, где я? Здравствуй. Ты в больнице, Катя? В больнице? Да, ты в больнице, Зайникова. Скажи, ты что ты помнишь, Тасячка? Что вчера было? Вчера. Да. Ну, вроде, так, учитель пришел, да, учитель пришел, и получается, мы с ним поругались, я за ним побежала, и вроде бы, не знаю, упала, нет. Дай, солнышко. Папа, почему у меня так голова болит? Мам, все хорошо, малыш, все хорошо, все будет хорошо, я не могу, я не могу ей это рассказать. Что? Что с ребенком? Папа, папа, ну скажите мне, что с моим ребенком? Папа. Ай, случилось несчастье, ребенка больше нет. Послушай, Тай, может это, ну, может так и надо, Тай, ну, послушай, Тай, может это, ну, может так и надо, Тай. После всего того, что мы узнали о нем. Что узнали, папа? Я хотела этого ребенка, я хотела его, я любила уже его, я его люблю. Таточка, ложись, 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 ложись маленького. Я даже себе не представляла, насколько она хочет этого ребенка. Таточка, ложись, 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 все будет хорошо, мама. Мама рядом, Таточка, все будет хорошо, мама. Да, он его не хотел, да, он не хотел. Я же хотел, чтобы он убираться, и молча, все будет хорошо. Сука, я убью его. Таточка. А можно я здесь просто промолчу? На что, еще ложку сидим? Кто-то там пишет. Морогоня. Думаешь? Да. Паша, такая неожиданная, естественно, без звонка. Я просто встретил Богдана. Он мне наговорил какую-то хернюю. Назвал меня сынком. Я приехал, может, ты объяснишь мне, что вообще творится? Что, Паш, думал, все сюрпризы на день закончились? А вот и снова не угадал. А что ребенок твой подруги здесь делает? Познакомься. Паша, это Елисей. Привет, Паша. Привет, Елисей. Хочется на боеху кубики. Твой братик, ему два с половиной года. Лиль, можно было как-то помягче это сказать. По-моему, Паша вообще дара речи лишился. Брат. Конечно, такие новости как-то не сразу вкладываются в голове. И думаю, что Паша не сразу привыкнет к такому повороту. Да не только он один. Боди, по-моему, тоже не совсем понимает, что происходит. Бодь, все хорошо у тебя. Оксан, ты мне вчера говоришь, что Паша такой-сякой, а сегодня ты выходишь из его машины. У тебя все хорошо? Да, ты же видел, как я вчера напилась, и я хотела с ним поговорить. Приехала к нему, позорно уснула, не поговорила. И ты лучше расскажи, как там вечеринка прошла вчера. Это реально интересно? Ну да. Да. Лиля приходила вчера с ребенком, с вот этим мальчиком. И сказала то, что это мой сын. Как ты и сын? Вот так, представляешь? Из меня опять лоха просто хотят сделать. Вот этот мальчик, которого ты фотографировал, твой сын? Да, 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 да. Да, Оксан, вот раз так напилась, очнулась, а твой близкий человек уже отец семейства. В смысле, братик? Ага. Вот она где. А почему ты, почему ты молчала? Зачем ты весь этот цирк устраивала? Чего ты ждала? Паша, я искала подходящий момент, и я хотела вначале сказать Богдану, и... И нашла этот момент подходящий? Ну, это наш с ним ребенок. Да, я ему сказала, но он не поверил. Паша, твой ход. Снова уйдешь? Да, мам, ну ты... Ну, ты, конечно, даешь, но... С другой стороны, теперь у меня есть брат. Слушай, уйдет. Пограмм, пожалуйста. Маленький такой брат. Можно с тобой поиграть? Да. Или сей. Знаешь, я всегда хотел себе младшего брата. Ладно. Такие новости принять не так-то и легко. И понять не можешь, хорошая новость или плохая. Хотя вот Тася обрадовалась бы, мне кажется. Но не Бодя. Я не ожидала, что он так отреагирует. С таким теплом, пониманием, и у них сразу произошел контакт, и Елисей к нему подтянулся. Мне очень хотелось бы такого от Богдана, но... Казалось, что все наоборот. Магдан, она просто хочет отца для своего ребенка. Для своего ребенка. Угу. Да, да. Ты знаешь, я бы на твоем месте хорошо разобралась в этом. Ты знаешь, я уже разобрался на своем месте. И... Я улетаю. Как? И ты сможешь бросить ребенка? Гайз, по всей видимости, Бодя точно не готов к таким переменам. Ну, он реально на тебя похож. Ну, вот если по чесноку, могу понять, парня. Не хочется в это верить, но... Но вдруг Оксана права. Вдруг мне реально нужно разобраться. Как по мне, Бодя просто испугался правды и закрылся. Сидит, как в бункере. И ни что хорошее, как и ни что плохое, не может до него достучаться. А вот Саня и Маре открыты всему новому. Даже слишком. А вы плащи не ведете в кишине? Чем вам подкажет? Где вы садите в кушляпу? Я хочу вот этой даме организовать. Она просто мечтает. Я не знаю. Вот вы долго делали свою укладку? Сегодня пять минут. Пять минут? Да, по моему голову довязал ее. Крещатик уже не тот. Не тот. Дальше буду, да? Дальше буду. Подару, да? To be continued. Ну и что мы тут робимо? Закончили на комедии и вернулись в семейный триллер для Гены «Мама Мия». Ты еще хочешь сказать, что твоя рука не с ракой повырастала? Что ты еще умеешь что-то скрутить? Мама, что вам подкрутить эту отвертку, чтобы вы меня не доставали? Не надо тут мне отверточкой махать. Мама, Гена. Так. Ничего, я только перешла подкрутиться, что вы тут делаете. Я знаю. Мама, мама, иди рубить, понимаешь? Сейчас разбираемся. Разбирайся. Иди в лодочку. Мама, иди сюда и в лодочку. А, Гена, не могу, что разбирать. Идем поговорим, пожалуйста. Мама, перестаньте. Уважаемые мои дорогие, мама и Гена, вы знаете, что я вас безумно ценю. Но мне надоело, что вы ссоритесь между собой постоянно. Я от этого потерпаю, не вы. Давайте вот сейчас разберемся раз и навсегда. Я даю вот эту подушку в руки. Вот кому я дам сейчас в руки, тот и высказывает все, окей? Мама, поехали. Ребятки, и снова мне неспокойно. Как бы эта подушка не стала орудием убийства. Ну, Альбин, ну, мне не нравится, что он сидел в местах столь отдаленных, бандюк. Мне не нравится, что он тебя приобщил до извращения. Так, мама, понятно, спасибо. Что? Я еще не все сказала. Мама, все понятно. Я еще не все сказала. Все понятно, мама. Все понятно. Вам лишь бы... Ген. Прошу. Ген, ну, давай вот... Что я тебе могу сказать? Скажи. Марковна, Слава, отличная женщина. Я думаю, на этом стоит закончить рассказ. Не, ну, так не честно. Ты должен, ты должен сказать правду. Слава, ничего я не скажу больше. Прости. Генок молодец. Все-таки настоящие мужики языками не чешут. Подожди. Да, Витя. Алло, Генка, мы в больницу. У Таи выкидыш. Приезжай. Нормальный, он хороший. Сейчас буду. Да, все, давай, что вы? Все, Марковна, дышите глубже. Ты куда? Все будет хорошо. Да пойду, надо помочь Витя. Да уж подошу. Мама, что ты? Давай, Витя. Что-то, нормально? Да, Тася выкидыш. Надо помочь. Вы? Подожди. А Тася беременна была? Ну, птица, была. Ладно, родная, побегу я. Да, Альбиш, оказывается, Гена может хранить от тебя секреты. Во всяком случае, чужие. У меня мурашки по телу побежали. Да, ну, Тася беременна. Новости о чужих детях входят в тренд, но воспринимают их все очень по-разному. Давай еще. Еще. Подожди, дай тебе рубашку поправлю, что-то она у тебя тут, машинку. Иди, я тебе рубашку поправлю, ну, Фан. Ну, что, ты определился? Давай еще. Ну, вот смотри на Елисея. Ну, серьезно, ну, он не похож на Богдана, абсолютно не похож. На маму, да, я согласен. Ну, на меня в детстве немного, но никак не на Богдан. Паш. Ну? Папа меня. Папа Лёв. Там Богдан пришел, я пойду с ним поговорю, ладно? Я недолго, обещаю. Давай быстро, хорошо? Хорошо. Я не поймал меня, я не поймал. Сейчас поймаю. Привет. Привет. Я надеялась, что ты придешь. Слушай, я понимаю, в каком ты шоке после вчерашнего разговора. Я просто хотела, чтобы ты знал, что у тебя есть сын. Я хотела вас познакомить. Слушай, хватит. Мне не надо эта лирика. Мне нужны просто доказательства и все. Доказательства? Да. Доказательства – это не проблема. Но если разговор пошел об этом, да еще таким тоном, знаешь, забудь, забудь, считай, что вчера не было разговора. Да, считай. Да, у тебя нет сына. Слушай, Лиля, вот именно, что у меня не может быть сына. Я себя контролирую. Я понимаю, что я делаю. А, ты себя еще и контролируешь. Слушай, живи-ка дальше под своим контролем. А Боди, походу, надолго в своем глухом бункере. И даже ведет прицельный огонь по самым больным местам. Лилю он точно ранил. Трус. Он самый обыкновенный трус. Зачем? Зачем я к нему обращалась? Зачем я ему вообще все это сказала? Зачем? Мама, он тебя что, обидел или что? Мама, обидел? Все нормально. Все нормально. Слышишь, что? Слушай, оставь его, оставь его, Паш, пожалуйста. Оставь его. Пусть он идет куда хочет. Кто-то не может смириться с тем, что ребенок неожиданно есть, а кому-то тяжело, потому что его не будет. Здорово, душащий. Что ты? Да, ну его нахуй. Ты понимаешь, что этот урод ее специально оттолкнул, специально. И она из-за этого, придурка, блин, ребенка потеряла. Твою мать, а как там Тася вообще? Да как, а как она после этого может, как? Она сейчас с Машей там. Тася вообще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тась, Тася, отойди оттуда. Марусь, ну проснись же. Блин, всю жизнь поломал ребенку. Ладно, хватит тебе, блин, поломал. Починим. Пошли, блядь, найдем этого, блядь, трудовика, нахуй, трудовика, блядь. И оторвем этому зайчику ушки. Хорошо? В трусиках. Блядь. Тась, Тась, что делаешь, малыш? Ты что делаешь, малыш? Ты что делаешь, Тасечка, Тасечка? Ты зачем туда полезла? Ты зачем в окно полезла, Тась? Я просто воздухом подошла. Тасечка, на какие воздухо? Маленький мой, ты что творишь? Ты что делаешь, маленький мой? Тасечка, мама рядом, маленький мой. Мама рядом, мама никуда не ненесла, мама с тобой. Я же не хочу ничего. Да хватит уже снимать. Фух, ребятки, ну и дела. А у вас тоже сердце колотится, как бешеное? И что-то я совсем не верю в ее подышать. Как бы ничего не натворил. Ну ничего, мы теперь вместе. Все будет хорошо. Не плачь, не расстраивайся. Тебя очень прошу. Ну что, ты меня любишь, скажи? Да, ты меня любишь? Я вас люблю. Обоих, вы мои самые родные и любимые. А дети все-таки счастье. Ну, только посмотрите на эти мими-мишки. Кстати, Паша, не забудь, у нас сегодня, не планируй, вернее, ничего себе, на вечер у нас будет встреча. А с кем встреча? Это сюрприз, мы не скажем, да? Мам, я в последнее время, серьезно, сюрпризы не люблю. Это хороший сюрприз, он поможет решить твои проблемы. Сюрприз? Неужели еще кто-то скрывает ребенка? Или Паша, сын Билла Гейтса? Реально, я сегодня уже ничему не удивлюсь. Я понял, что я им нужен, и они мне нужны. Я не могу их оставить сейчас. Я хочу им помогать, и я буду помогать, чем смогу. Прям возвращение Супермена. Хотя и Бодю-то понять можно. Не каждый день становишься отцом трехлетнего пацана. Но, с другой стороны, уже легче. Подгузники не нужно менять, все такое. Бодь, ну, чем не повод для радости? Да он не может быть моим сыном просто. Он реально не похож. Я же вижу, что он не похож. Народ, а вам как кажется, похож или нет? Как по мне, так одно лицо. Так что жду ваши комменты у нас на страничках в соцсетях. Алло, мы должны сделать тест ДНК. Господи, таким тоном. Послушай, ты сама заварила эту кашу. Ты мне сказала, что он мой сын. И я теперь требую от тебя просто доказательств. Все. Знаешь, я слишком себя уважаю. И не собираюсь ничего никому доказывать. Если я действительно отец этого ребенка, то это мое право знать. То, что это мой ребенок. Что, Бодь, пробили все-таки броню? Ты уже определись, друг. Не может быть или мне нужны доказательства? А если это правда? Блин, ну в четко вообще. Блин, круто, реально. У меня уже 120 лайков. Понимаешь, что такое популярность? О, у меня уже 500. В смысле 500? Все, блог набирает популярность. Закинул в соцсети. Уже лайки идут вот так вот. Давай садим кофе, попьем, что-то чай. Ой, я с удовольствием, ребят. Но мне правда надо бежать на свидание. Поэтому, я потом все расскажу. Все, в следующий раз, да? Все, счастливо, ребят. Пока. А что Маре пошла на свидание без тебя? Господа, это называется свободные отношения. Смекаете? Ну, свободные. Ну, она может встречаться с кем хочет, я с кем хочу. И вот так вот мы живем. А чем нужно, мы вдвоем занимаемся плотно и хорошо. Ну, честно, это вообще ненормально как-то. Это же, ну, так... Да смешно. Болезнь какую-то можно подцепить. Ну, реально. Как минимум. Болезнь. Саша, отойди, вдруг ты заразный? Отойди, Саша. Свободные отношения, знаем мы такое свободные отношения. Ой, искатели приключений, блин. А вот тут идут поиски посерьезнее. Да х** мы его тут найдем, блин, я не знаю. Ну, где тут его еще искать? Витек, не буксуй. Найдем его. Люди работают, ищут. Не знаю, Ген, хорошо, вот мы сейчас его находим, этого урода. Ну, что дальше с ним? Ментам сдавать? Ну, честно, я не знаю. А тебе опять суды будут годами тянуться, опять таю будут тягать, опять нервы будут трепать. Ну, мне такой нах** не надо. Я вообще не могу понять, Витюш, что ты межуешься? Узнаю, Геннадь. Подожди, звонит кто-то. Да. Геннадь, здоровый. Объявился твой терпила возле пятой общаги. Да ты шо, братан, спасибо тебе, ни хрена себе. Возле общаги? Да, возле пятой. Ну, хорошо, с меня должок, давай. Ну, понятное дело, пока. Что, нашли? Слушай, пробили мои пацаны, прикинь, молодчаги. Ну, так че ты стоишь, подъезжали. Уже общаги, блин, по телефону, ни хрена себе. Ну, что, Яков Леонидович, надеюсь, ваш ангел-хранитель прокачан до 80-го левела. Иначе быть сегодня большой беде. Тася, Тася, ты брось это, ну, это реально плохая идея. Да серьезно, блин, где все? Тася, Тася, ты что делаешь? Ты что выпила, Тася? А ну, иди сюда, а ну, иди сюда. Ты что выпила? Ты что выпила? Покажи, покажи рот, открой, да открой рот, ты, блин. Я без ребенка вообще не буду жить, поняла? А ты про меня подумала вообще? Отойдите, отойдите, ей срочно нужно желудок. Да уйди, ты вообще не до тебя. Отойдите, ей срочно нужно желудок. Пойдемте, я хоть из ребенка твоим, поняла? Тася, боже, кошмаран, я застал меня потерял. Боже мой, она умрет, что делать? Мамочка, Тася, Тася, ты не имеешь права так за мной поступать. Я что, плохая мать? Что я ей сделала, что она хочет умереть? Как я буду с этим? Иногда принять правду очень больно, но впереди еще целая жизнь, так что сдаться ты всегда успеешь. Ладно, так скажи все-таки, кого мы ждем? Это сюрприз для тебя. Ну, по-моему, он уже идет. Ну, за все те 30 лет, которые я тебя знаю, ты совершенно не меняешься и все так же обворожительно. Ой, льстец, конечно, ты тоже не меняешься. А вот юноша возмужал как-то. Это кто, дядя Вова что-то? А то, что не узнал до сих пор. Здравствуйте. Дядя Вова, я извиняюсь, но не узнал, серьезно. Это Владимир, старый друг семьи. Кстати, холост. Ладно, ладно, прощаю тебя. Здоровый, Стал. Да, мужчина. А как вы? Какими судьбами? Вот, Лиля, мама твоя позвонила, я, собственно, и приехал. Но, ребяточка, простите меня, мне совершенно стыдно, что я все это время как-то не интересовался вашими делами. Спасибо. Ты даже помнишь, что я ем. Я помню, что ты любишь цыпленка, а она, если что, вон меню. Светая женщина. Спасибо. И мама рассказала о твоих проблемах. Паш, я очень хочу оплатить твои счета. Возражения не принимаются. Это, конечно, хорошо, спасибо вам большое, но, серьезно, мне как-то неудобно. Поэтому я лучше постараюсь своими силами. Паш, ты хочешь меня обидеть? Нет, я абсолютно не хочу вас обидеть. Паш, был бы Санек на твоем месте, честное слово, сказал бы, бери, пока даю. Совершенно нетрудно, и мне, наоборот, хочется помочь тебе. А когда будет возможность, тогда отдашь. И запомни, дела запускать не стоит. Штрафы, это только первый звоночек. Я понимаю все, я все понимаю. Просто в последнее время как-то все навалилось так на меня, поэтому... Я ему уже говорила про помощника, что нужно взять на работу, чтобы он ему помог разгрести эти все документы, бумаги и навести порядок. Послушай, твоя мать не только красивая, но и очень умная. Я предлагаю поднять бокалы за Лилю. Поддерживаю. Спасибо. Паша мне как сын, а Лиле я всегда восхищался и восхищаюсь, поэтому сделаю все, чтобы они чувствовали рядом надежное плечо. И опять же, спасибо маме. Ура! Ну хоть что-то хорошее в этот день. Паше, наконец-то, повезло. Чего нельзя сказать о Яков Леонидовиче. Кстати, вы не помните, Витя брал с собой нож. И в общем все равно. И вообще все равно. Нам все равно. Яков Леонидович, как мы сдавать будем? Ребята, чего вы переживаете? Все всегда сдавали, и вы сдадите. Объясняю. Кому-то заносишь взяточку, ну небольшую такую взяточку. Кому-то огород скопать. Кому-то бутылочку коньячка. Все это решается, все зачеты сдаются, все экзамены сдаются. То есть все, не проблема. Точно. Да я ему говорю, лучше наливай, давай еще выпьем. Не все решается так просто, Яков Леонидович. Мстители уже на пороге. И что ты, что? Где он? Да он где-то здесь, Витя. Покажи мне его. Где? Ты сто процентов в гуртожитке. В гуртожитке? Нету его тут ни х**а. Да, Маша. Алло, Витя, Таня наглоталась таблеток. Витя, я не знаю, что делать. Как таблеток? Каких таблеток? Маш. Витя, ну, я не знаю, за ребенка. Как, Таня наглоталась таблеток? Где она их нашла, Маша? Витя, ну, в полиции. Ей желудок из нормата. Она лежит, ее скачивают. Маша, и что, промыли желудок? Как она себя чувствует? Да ну, как плохо она себя чувствует? Она лежит. Маша, все, короче, она, давай, короче, когда будет лучше, перезвони. Я убью этого дебюта. Все, давай. Ох, ребятки, вот сейчас реально, о, опасность. Здорово, пионеры. Стоять. Иди сюда. Сюда сказал. Ну, что, продленка? Ни пуха, ни пера? Чего молчил? К черту. Именно туда. Дышите ровно. Все сдадите. Народ, вот честное слово, не знаю, как вы, я после такого не то, что говорить, я и моргать не решился бы. Мало ли что. Я тебе желудок промыла, и никому об этом не скажу. А тебя вообще кто просил помогать-то? Что, божья матерь тут или кто? Просто матерь. Просто Маша. Знаешь, что просто Маша? Ты зря старалась, поняла? Потому что я все равно найду способ, пока это сделать. И все равно умру. Все. Малышка, там третий этаж, ноги сломаешь, на коляске будешь ездить, в утку ходить. Ну тебе надо? Там эти, моющие средства напьешься, язва, желудка, всю жизнь на кашках. Надо тебе такое. Я все равно, поняла, все равно. Ой, слушай, давай только не в мою смену. У меня вот эти бумажки, вот эта волокита, ну, оно у меня... Какие еще бумажки? Какая волокита? Ты вообще о чем? Там воняет сыро. Ну что, Тася, картинка красивой смерти рассеялась? Она как-то, видимо, запуталась в жизни. Ей хочет, вот ей действительно искренне хочется помочь и помочь найти этот путь, правильный путь. Когда все твои планы рушатся, неизвестность пугает больше всего. Особенно, когда угроза над твоими самыми близкими. Но иногда на руинах прошлого можно построить новое счастье. Главное только не отгораживаться от него глухой стеной страха. Нажать швы. И вот, пожалуйста. Беды причиняют много боли. Но еще показывают нам, кто по-настоящему любит и ценит нас. Сюша. Сюда? Да. Ну, часто город сам сводит нас именно с теми, кто нам нужен. Но мы уперто продолжаем искать дальше и набивать шишки. Но важно понять, что если ты сам отказался от своих планов и все пошло не так, то только ты сам в силах все исправить. да, бывает все плохо. И кажется, что все, край больше нет сил. Но нужно верить, что завтра будет новый день. и он будет лучше. Ребята, куда мы идем? Подожди, что? Валите, сказал! А что смотрит он? Ребята, надо простить. А что вы делаете? Отпустим, блядь, тебя. Встать! Сюда! Снимай, что ты! Зачем не надо, ребята, пожалуйста. Трусы, с***, снимай! Будем тебя кастрировать, козла.